Привет, дорогие наши любимые друзья! Ребята, в мире огромное количество людей, которые любят и обожают фестфуд. Чего только не делают! Бургеры, шаурмы, доноры, сардельки, хот-доги, такосы, их всего, пиццы, огромное количество. А также в мире огромное количество людей, которые даже и не подозревают, какой же был первый ресторан фестфуда в Америке, даже скажем, который начал делать вот это вот. Я не говорю про большие бургеры, а вот именно маленькие. Нет, ребята, это не тот ресторан, который вы видите недалеко от меня, никак не он. Большие бургеры, такие как Big Mac, Whopper, Big Tasty, они вкусные. Их можно есть двумя руками, одной рукой, скорее всего, не получится у вас покушать. Вот. И еще с 50-х годов в Америке были популярны именно вот такие вот маленькие, малюсенькие чизбургеры, видите? Это замечательно. Он маленький, удобный, держится в руках хорошо и всего лишь там на 5-6 укусов. Все в балансе, да? Но есть намного лучше, да и сама история, как это все образовалось, как все вообще получилось. Пойдемте, я вам расскажу. Итак, ребята, с чего все началось-то? Началось все с того, что в далеком-далеком 94-м году, когда я только приехал в Америку, мы с мамой в штате Аризона пошли в самый обыкновенный американский магазин. Самый обыкновеннейший. Мы зашли в магазин, там кругом фрукты, овощи какие-то, нарезки, мясные изделия. И прям посередине тактически стоит три огромных холодильника, камеры такие холодильные. И вот мы когда проходили, и прям там все было забито пиццами, какими-то куриными наггетсами, всякими там снэками, мороженым. И я там заметил в одной из витрин маленькие вот такие бургеры, маленькие коробка маленьких бургеров. Вот как раз что я там и увидел. Мы их взяли, я сначала посмотрел на коробку такой, а что это такое? Что за маленькие бургеры? Тут прям как будто какие-то то ли лучок, то ли рисинка, рис какой-то. Я как попробовал, там что они готовятся, 30-40 секунд в микроволновке, я просто, ребята, был в шоке, насколько они были вкусные. Смотрите, что это такое. Это, ребята, как бы называется не просто бургер, да? Это не просто бургер. Это по-английски называется слайдер. Самый лучший был способ приготовления этих бургеров, как я прочитал потом и узнал, это просто в пару, на пару, в пароварке. Сейчас, смотрите, я вам покажу, как они в пароварке делаются. Я даже не знал, что, оказывается, вот эта вот марка, White Castle, это сеть ресторанов, которые делают вот эти вот штучки. Дело в том, что у нас в Калифорнии и вообще на западной части США их нет. То есть эта компания White Castle, она была открыта в 1921 году. Можно сказать, что это были первые фэст-фуд сэндвичи. Не Макдональдс, не Бургер Кинг, не KFC, именно White Castle. Но они выпускают по всей Америке в холодильнике вот такие вот штучки. Дело в том, что у меня друг есть очень хороший, Андрюха, живет в штате Иллиной. Андрюха, привет тебе огромный. Я попросил Андрюху снять White Castle, зайти, и хотелось бы вам показать, что такое White Castle. Андрюха взял для меня, пошел, заснял. Смотри, какие маленькие. Они такие мягкие, вообще, как будто воздушные. Смотри. Тут сырок американский, наверное, чеддер. Котлетка, лучок и огуречек. Вообще интересно, слайдер переводится как скользящий. То есть, слайд, скользить. То есть, это как бы скользачи. Они скользят, типа, ты их взял, так, раз, 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 и они проскальзывают. Воп. Вопади воп. Вот они. Ну, три минутки прошло. Три минутки прошло. Красавцы все-таки, а. Ребята, я не знаю, как это описать. Какой-то идеальный пирожок. Ну, в детстве я любил пирожки, жареные в масле, на фритюрнице, с мясом, с лучком. И вот прям вот этот вкус мне, наверное, поэтому и напоминает вкус детства. Сочный пирожок. Итак, друзья, что нам понадобится? Точнее, что вам понадобится? Валера Захаров, мой специальный корреспондент в Тюмени. Ну, если в Тюмени это есть, то я думаю, что тем более в Москве будет, тем более в Питере, тем более в Уфе, ну и, конечно же, в Нефтевартовске тоже. Так, Валера, а скажи нам, пожалуйста, что у вас можно найти для наших слайдеров? То есть мне нужен сыр, мне нужны фарш, мне нужны хлопья луковые, булочки и соленые огурчики. Есть ли это у вас? Привет, Ромчик. Привет, Ютуб. Привет, подписчики. Если кто-то меня знает, вы смотрите. Лук хлопьями. Лук хлопьями у нас есть вот такой вот. Теперь, что касаемо булочек для гамбургеров. Совсем маленьких у нас нету. Вот есть вот такие вот. Но это получается с ладошку булочки. Это с кунжутом. Вот есть именно для бургера готовые мирадорговские котлетки. Ну и сам непосредственно фарш для ручной формы. Это вот чисто говядина. Чеддер у нас есть белый. Чеддер у нас есть красный. Вот, 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 вот. То есть я думаю, что в плане сыров проблем никаких не будет. Сыров достаточно. То есть выбор по огурцам достаточный. Вот, ну, то есть все есть. Луковые хлопья. Ну что ж такое луковые хлопья? Это и есть, ребята, весь секрет приготовления этих бургеров. Вот такие вот. Так что, ребятки, это вот как раз и есть весь секрет этого бургера. Это вот именно луковые хлопья. Почему луковые хлопья? А потому что они уже сконцентрированы настолько, насколько вам нужно чуть-чуть добавить водички. И начинается магия. Валера не нашел маленьких булочек. Но другие мои друзья уверяют меня, что во многих городах, во многих магазинах вашей страны у вас будут маленькие булочки. Вот такие вот булешечки. Вы видите? Вот он идеальный для слайдера. Я все равно люблю иногда его порезать, чтобы убрать серединку, чтобы была идеальная вот эта вот булочка для нашего слайдера. Вот такая малюсенькая, хорошенькая. То есть, если вы не можете найти вот такие маленькие булочки, ну, купите большую и вырежете серединку. Но, поверьте, вы должны повторить этот рецепт, потому что это просто замечательно. Соленые, самые обыкновенные соленые огурчики. Любые. Вот эти вот, кстати, с Портленда, с Орегона. Очкариком привет. Лысеньким. И, конечно же, куда без него наш братец кетчуп. Обыкновенный хайнс, хайнс. Какой вы хотите, кетчуп. И все, ребята, ингредиентов-то практически, чего? Мясо, сыр, лук, хлеб, соль и кетчуп. Все. Больше ничего нету. Сперва мы должны замочить луковые хлопья. Очень просто. Ребята, такими бургерами вы, когда пригласите своих друзей, вы их не просто удивите, а они будут спрашивать, а как бы их сделали, эти бургеры? И вы такие, а? Get out of here. Водичку нагреваем в чайнике, просто в чайнике. Не до полного кипения, а чтобы она была горячая, теплая, неважно. Совсем чуть-чуть. Вот столько как раз будет и достаточно. Больше не надо, ребята, поверьте. То есть сухие хлопья из себя дадут, выдадут, подарят нашей в мисочке нам нужный сок. Вот столько водички будет как раз достаточно. И вот уже, прям уже пошел запах лука, сконцентрированного, вот этот вот запах лучка. И буквально пусть постоит минут 20. Минут 20 как раз лук станет больше, он в два раза почти больше станет, такой надувится. И вот этот вот луковый сок, луковый бульон, как раз то, что нам нужно. Фаршец. Говяжий фарш. Ничего особенного здесь делать не надо. Нам сперва нужно сначала его посолить как следует, поперчить. Чуть-чуть соли. По-английски это называется seasoning. То есть они солят и перчат, да? Это одно слово у них в кулинарии. Seasoning. Добавлять какие-то там луковые порошки, шафроны, сельдереи. Все вот это не надо. Сардины там, соусы из Испании. Просто соль и черный перчик. Ребят, больше здесь ничего не надо. Просто соль и перец. Берем обычную бумагу, вот такую. Парчмент. Я не знаю, как по-русски она будет называться. Она такая, как воск. У нас она называется по-английски. Парчмент пейпер. Парчмент пейпер. Парчмент пейпер. Парчмент пейпер. Поддосочку. Вот. Раз, раз. Чин-чинарем. И чуть-чуть. И вот так вот. Прилипать меньше будет. Прилипалка. Оливыч. Оливыч. Берем наш фаршец. И вот так вот. Раз и все. И готово. Так, ребята. Выделяем маленькие вот такие вот шарики. Делаем. Как вот для тефтелек. Шарики, шарики, тефтелечки мои. Любименькие тефтелечки. Прямо сейчас вот так вот с итальянским соусом. Марина, спавель. Парайзан. Ну, это другой эпизод, ребят. Просто делается как обычное. Вы обычную котлетку делаете. Только вот с этой нужно ее сделать квадратной. Чтобы она была квадратненькая. Не бойтесь делать его тонким, тонким, тонким. Вот эта котлетка, она даже если на свет, через нее проходит свет, это хорошо. Она должна быть тонкая. Она должна быть тонюсенькая, потому что это и есть весь баланс того самого бургера. Даже если много фарша будет, то это будет как вы едите какой-то бутерброд с котлетой. И все. Вот мы сделали нашу квадратную котлетку. И теперь нам нужно сделать пять дырочек в ней. Вот этот кончик ложечки, он сделает нам очень хорошие дырочки. Просто делаем вот таких пять дырочек. Дырочек в самой котлетки. Аккуратненько делайте их. Это очень важно, потому что через это будет проходить весь секрет этого бургера. Вот эти вот пять дырочек. Все. Делаем таких котлеток. Чем больше, тем лучше. Можно двойной сделать, тройной. Но потом опять начинается фарш, начинается котлетный бутерброд. Сделаем котлетки. И сейчас уже начнем. Не бойтесь его сделать больше, чем булочка. Чтобы, видите, булочка вот такая, а котлетка больше, чем булочка была. Потому что вы сами знаете, да, что когда будет это мясо готовиться, и жир оттуда будет топиться, готовиться, все это будет происходить, вся вот эта вот замечательная, красивая реакция кулинарии, о чем я говорю. И это будет уменьшаться, уменьшаться, и уменьшаться, и уменьшаться, и потом это станет прям идеально под булочку. Сырок. Американский, обычный, желтый, вот такой вот сырок. Режем на четыре квадратика. Вот так. И вот так. Все. На каждую котлетку у нас будет вот по сырку. По два маленьких таких кусочка сырка. Вот. Быстренько огурчик. Опять же, ребята, используйте огурчики, которые вы любите. На ваш вкус. Нарезаем на кругляши. На шашки. Иногда я использую больше, чем один огурец, потому что, потому что, хулигашка. Главное сейчас посмотреть, насколько у нас сковорода нагрелась. И какая у нее температура, потому что вот это очень важная часть нашего приготовления. То есть, ребята, сковородку на своей плите обязательно, чтобы была у нее крышка. И обязательно, чтобы сковорода была большая. Если у вас нет большой, вы можете там по две котлетки их готовить. Но у меня вот такая. И она замечательная сковорода. Но, опять же, крышка эта обязательно. Без нее вообще никуда. Так, проверяем. Просто водички чуть-чуть. Вот так раз. Ну, вот прям то, что нам и надо. Ну и что ж, начинается тот самый момент приготовления этих вкусняшек. Ребятки, для чего мы делали дырочки? А для того, чтобы они, эти дырочки, вот эти котлетки наши будут сейчас жариться на пару. На луковом пару. Вот на этом. Сколько нам нужно? Ну, смотрите сами. Вот где-то так. Так, сейчас не бойтесь, если у нас здесь будет достаточно лукового сока, вот этой вот луковой воды, это ничего. Немножко дадим ей начать париться и начнем жарить наши бургеры. И вот он уже пошел пар, луковый аромат. Ребята, с сырым луком, я пробовал сырым со свежим луком, не тот вкус. Вот почему-то не тот вкус получается. Именно сухие хлопья лука. Аккуратненько снимаем котлетки наши с дырочками. И вот так, раз, и на лучок. Прям на лучок, на пар. И видите, эти дырочки, они сейчас будут пропускать тот самый луковый пар. Вот прям так и готовят. В ресторанах White Castle прям так и готовят их на пару. И сейчас, ребятки, важно прикрыть это все дело. Накрыть крыши! Крыша накрылась. И пар пойдет, будет делать свою работу. Оставляем в покое. Пришло время положить сырка. Берем наши сырки, вот эти вот нарезанные, тонкие-тонкие. И кладем в центр. Именно в центр, ребята. Ну и теперь смотрите, следующий момент, очень важный. Берем нижние части булочек, вот этих вот, которые мы сделали. И кладем поверх этого бургера, вот так. Раз. Шапочки верхние, пока мы оставляем нижние части булочки, на бургер, на сыр. Прям на сыр. И теперь верхние шапочки, вот так. Как у нас получился такой интересный крестик. И накрываем это все дело. И теперь 2-3 минуты минимум, пока все это не приготовится. Эти булочки сейчас пропитаются паром. У них будет вот этот вкус лука, вкус аромата мяса. И они станут такими нежными, сочными, влажными. Слегка влажными. Но это влага будет, влага лука, влага мясного пара, мясного духа. Мясной дух впарится в булочку. И придаст этой булочке незабываемый вкус мягкости. Слайдерный философ. Вот это прям на меня, чтобы пропиталась моя рубашка вся. Посмотрите. Аккуратненько снимаем эти булочки. Тут даже уже лучок прижаривается. Смотрите, он становится золотистым. Прямо посерединке золотистый лучок. И наши булочки с мясом уже прям готовы. Снимите меня. Снимите меня, я прошу вас. Сейчас мы снимем вас, ребятки. Снимем. У меня всегда так случается. И, конечно, и теперь вот эту вот булочку, которая пропиталась этим луковым соком. И вот он, красавец. Он мягкий. Этот лук. Этот огурчик. Кетчуп. Друг, приходи ко мне. Мы сейчас с тобой эти булгеры. Это просто мой любимый, идеальный булгер, ребятки. Обязательно попробуйте их легко делать. Вы будете восторжены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.